С одного конца Подмосковья на другой, без пересадок, да еще и с USB-розетками и Wi-Fi. Интервал между поездами всего 6 минут. Дождались. В ноябре запустят первые две ветки наземного метро, московский и центральный диаметр. Как обычная поездка превратится в комфортное путешествие, узнаем у Александра Лошманова, заместителя генерального директора компании Transmash Holding по развитию пассажирского транспорта. Александр, здравствуйте. Добрый день, Никтория. Ну, целое событие, на самом деле, для жителей региона. В ноябре первые два диаметра МЦД заработают Лобня-Одинцова и Нахабина-Подольск. И летать по ним будет уже знакомая нам всем птица Иволга. Мы знаем, что этот современный поезд уже пассажиров на некоторых направлениях возит. И вот хочется спросить, какие отзывы от пассажиров. Расскажите, пожалуйста. Иволга полностью отвечает запросам современных горожан, отвечает высоким требованиям комфорта, техническим характеристикам, безопасности, эстетики. И сегодня мы получаем большое количество положительных отзывов. Кроме того, пассажирам нравятся и дизайнерские решения, и потребительские дополнительные элементы, которые нам удалось реализовать в наших электропоездах Иволга. Эти вопросы проводили и наши маркетологи, и маркетологи-перевозчика, независимые маркетологи. И во всех исследованиях отражены высокие оценки. Итак, давайте уже конкретно про удобство. Что же такое комфортный городской электропоезд? Так его называют. И хотелось бы именно узнать, в чем состоит этот комфорт. В Иволге у нас целый ряд технических решений, которые мы реализовали. В первую очередь это широкие дверные системы, которые позволяют пассажирам комфортно, беспрепятственно, быстро выходить из электропоезда. Кресла комфортные, широкие, специально подобранные для городской перевозки. Еще одним важным элементом для городской перевозки является наличие USB-розеток. И в каждом кресле установлена USB-розетка. Кроме того, USB-розетки также установлены в зоне посадки высоки, то есть в зоне входных дверей. Скажите, а что насчет освещения в вагонах и комфортной температуры? Тоже есть какие-то новшества, особенно какие-то комфортные условия? Наша современная система микроклимата позволяет контролировать и содержание кислорода в воздухе, и при необходимости добавляет свежий воздух. А при этом весь воздух в вагоне обеззараживается специальной системой, и, соответственно, которая убивает порядка 99,9 всех известных бактерий. Это очень важно в осенне-зимний период, а также для пассажиров с детьми, для которых мы также предусмотрели специальные условия. Это и широкие двери, и широкие проходы позволяют родителям с колясками комфортно перемещаться по электропоезду. Кроме того, мы предусмотрели и специальные места для крепления, и крепления для пассажиров с колясками. А что с системой безопасности в Иволге? Насколько можно, к примеру, быстро связаться с машинистом, и есть ли камера наблюдения в вагонах? Есть пассивная система безопасности. Это так называемая крэш, аварийная крэш-система. Это специальные устройства, которые позволяют в случае столкновения с препятствием сохранить жизнь и здоровье пассажирам. Система комплексное видеонаблюдение как внутри салона, так и снаружи поезда. Также предусмотрена возможность наблюдать за тем, что происходит в электропоезде институционного центра. То есть кто-то может наблюдать и снять эту функцию с машиниста, что тоже очень важно, чтобы машинист занимался, например, только своей основной работой. Александр, следующий вопрос у нас очень жизненный и важный. Расскажите, что с удобствами в туалетных комнатах? Как там оборудовано все? Руки помыть? Можно ли высушить? Есть ли сушилки, пеленальные столики и так далее? Да, туалетный комплекс очень современный. Мы постарались сделать его touch-free, то есть сенсорный. Нет необходимости дотрагиваться, все работает от поднесения. Поднесли руки, вода, мыло, сушка, все работает на сенсорах. При этом мы установили пеленальный столик. Ну и вообще само помещение получилось достаточно большим и эстетичным. Что насчет Wi-Fi? Я так понимаю, Wi-Fi само собой есть, да? Да, Wi-Fi, конечно, есть. Это современные требования практически для всех видов транспорта. И, соответственно, высокоскоростной Wi-Fi присутствует и в наших электропоездах. Ну что же, будем ждать запуска, кататься по МЦД и тестировать Иволгу. Александр, спасибо за интервью. Спасибо. А у нас в гостях был заместитель генерального директора компании TransMash Holding по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова